И это правда, она может нравиться чем-то ушам, может не нравиться чем-то ушам. Я даже после этого звонка скажу, я не вижу другой альтернативы, кроме как мир на Украине. Если мне кто-то подскажет другое, что может быть лучше, в том числе для его семьи, которая сегодня эвакуирована из Авдеевки в Славянск. А я помню, когда Славянск бомбили, который разбивали Славянск со всех сторон, который находился, ну, наверное, километров меньше двухсот от Харькова. Я помню, сколько людей в Славянск приезжало. Я помню их мнение, их настроение, их проклятие в отношении разных людей, кого они обвиняли в этом. Такой риторикой, как говорится, к хорошему не придешь. Не нравятся одни, покажите, кто сделает лучше. Вот сегодня три года у власти находятся те, кто благодаря революции, как они называют, достоинства, пришли в провластные кабинеты. Что за три года изменилось к лучшему? На линии фронта продолжают гибнуть люди, продолжаются обстрелы. Я еще раз хочу вам сказать, что такие же Сергеи сидят и по ту сторону, по ту сторону, которую Украина не контролирует. И они точно так же любят Украину, они точно так же хранят украинский паспорт, они точно хотят, точно так же хотят вернуться в прошлой мирной жизни. Кого им обвинять, скажите? Они тоже войны хотят? И, вы знаете, ну, если такая тяга к войне, тогда нужно брать, идти записываться сегодня в Национальную гвардию, брать в руки оружие и идти отстаивать Родину, а не заниматься мирной профессией. Я считаю, что тот человек, который хочет только вооруженным путем решить этот конфликт, он должен быть на передовой. Я считаю, что альтернативы миру не существуют. Важно на каких условиях. Главное, чтобы эти условия были выгодны всему украинскому народу, а не только власти. В последних докладах специальной мониторинговой миссии ОБСЕ наблюдатели подтверждают, что эскалация была спровоцирована украинскими силовиками. Камера СММ на шахте Октябрьской зафиксирована в ночь с 27 на 28 января, что интенсивные перестрелки между ВСУ и ополченцами предшествовал выстрел северо-западного в юго-восточном направлении, то есть с позиции украинских силовиков. В то же время камера СММ в Авдеевке засняла интенсивную арт-дуэль, начавшуюся с пяти выстрелов в направлении с севера на юг, то есть также с позицией вооруженных сил Украины. На следующую ночь с 28 на 29 января в Авдеевке камера СМС зафиксировала 15 выстрелов с северо-западного направления на юго-восток, также со стороны киевских силовиков. Били по позициям ополчения. За этим последовал многочасовой бой в Авдеевской промзоне. Аналогичная картина была в те дни характерна и для южного фланга. По данным СММ с камеры в Широкино интенсивным перестрелкам в ночь на 28 января предшествовало 20 выстрелов с западного в восточном направлении, то есть опять же с позицией ВСУ по территории ополчения. После этого также завязался бой. По данным СММ за 26 и 29 января в результате неизбирательных обстрелов населенных пунктов под контролем ополчения с направления, где дислоцируются украинские силовики, ранены мирные жители Брянки. Разрушено более 10 домов в Брянке, Донецком, Елованке, Зайченко, Калиновском, Новоалександровке и Первомайске. Миссия продолжала фиксировать военную технику ВСУ в зоне безопасности. За 26 и 29 января наблюдатели обнаружили 4 танка в Авдеевке и 3 гаубицы в Николаевке, а также пропажу со складов силовиков 76 танков, 10 минометов и 18 арт-орудий. Всего же на складах ВСУ находилось лишь около 6% подлежащей отводу военной техники. Так было положено начало новому витку напряженности, который впоследствии только раскручивается. Согласно информации вчерашнего доклада СММ, количество нарушений возросло до 10 300 разрывов снарядов за сутки. При этом статистика ограничения доступа наблюдателям СММ говорит сама за себя. 7 из 9 случаев препятствий чинили вооруженные силы Украины. Эти цифры свидетельствуют того, что вместо усилий по нормализации ситуации на Донбассе и поиску разумных компромиссов в нормандском формате и в рамках контактной группы, украинские власти с упорством достойного лучшего применения пытаются добиться военного решения конфликта. Обращает на себя внимание еще одна закономерность. Любое серьезное обострение на Донбассе удивительным образом совпадает с зарубежными поездками украинского руководства. Мы уже часть ТВ не проиграли, потому что поставили всем хором, православным, не на того кандидата. Как говорится, к финишу пришел. Але же Россия не выиграла. Смотрите, мы же должны думать о себе, а не о России. Скажите, если мы России выколем один глаз и себе выколем один глаз, нам от этого лучше будет, скажите. Давайте жить своими интересами, смотреть свое будущее. Россия просто сосед, с которым теоретически лучше дружить, чем ругаться. По крайней мере, пока дружили, имели хоть какой-то экономический от этого интерес. А сегодня имеем такого врага, такого противника на международной арене, с которым в Украине очень сложно справляться. Была администрация Обамы. Она все сделала для того, чтобы в Украине поменять власть недемократическим путем. Привела нынешних людей провластный кабинет. Все, нет Обамы, нет его администрации. Администрация Трампа, как минимум, не несет ответственность за события 2013-2014 года в Украине и за тех, кого привели в Крым. В прошлом забудьте о них. Их нет. Мы говорим о будущей администрации. Потому что будущая администрация, нынешняя... И та администрация привела цю владу. А вы как-то по-другому это представляете? Ні, мне нужны факты, у меня нема факты. Мне никто не пришел из администрации Обамы, не сказал, что самое произошло так. Те, что поддержали, так, украинскую владу, так. Нет. Они поддерживали не украинскую власть. Они поддерживали протестные настроения людей. И очень хорошо их направляли в нужное русло. И когда все свершилось, они перестали скрывать, что они это делали. Вы не помните телефонные разговоры госпожи Нуланд с послами, со своими, и с представителями эстонского посольства, когда они напрямую говорили, проговаривались. Это стало предметом всеобщей дискуссии. Вы не помните этого? Вы не помните 5 миллиардов, потраченные правительством США на развитие демократии в Украине. Там на протяжении последних 5 лет. Вы этого тоже не помните? Но вы говорите на развитие демократии в Украине. Тобто вы говорите про зовнишнее керувание, зокрема, Украине. Я говорю о том, что каждый приезд Байдена в нашу страну заканчивался для нас фатально. За редкими исключениями, когда он приезжал надавить на изменения в законах, которые должен быть принять парламент, чтобы получить очередной траж МВФ. Все военные операции, которые происходили в Украине, они начинались после приезда Байдена. Вот это я знаю, это я видел, это я чувствую и понимаю. И я думаю, что последний приезд Байдена, надеюсь, что последний приезд Байдена в эту страну, у меня нет доказательств, я не могу это аргументировать, это мое внутреннее политическое чутье. Он тоже связан с событиями, которые сегодня происходят в Авдеевке. Он привез некий сценарий, как нужно себя вести для того, чтобы... Вот теперь посмотрим на реакцию, посмотрим на реакцию Германии, она очень важна для нас. Это наш друг, партнер. Посмотрим на реакцию Франции, которая сегодня находится в сложной ситуации, там выборы. И нынешняя политическая элита теряет свои позиции очень сильно. Посмотрим на позицию Соединенных Штатов Америки. Пока она для нас, мягко говоря, не очень перспективна. Дай Бог, чтобы она помогала, потому что она не на смену, а в придачу к тому, что происходит у нас с военным конфликтом, который уносит жизни людей с обеих сторон линии разграничения. Еще может настать и серьезный очень экономический коллапс, если МВФ перестанет нас финансировать. А Соединенные Штаты Америки один из главных доноров финансовых Международного валютного фонда. Поэтому надеюсь, что наши дипломаты найдут возможность в интересах Украины принять или способствовать принятию самых правильных и важных решений. Иначе, если мы еще потерпим полный дипломатический крах, нам будет совсем не весело. Какой она может быть? Ну вот какую реакцию? Я надеюсь, что не примут никакого документа, который послужит отпадной точкой для общего искоренения всего плохого, что у нас есть. Но я думаю, что сегодня люди, которые делегированы от разных стран, выражают точку зрения правительств, придут к тому, что поможет остановить обстрелы украинской земли, перестанут гибнуть люди. По крайней мере, очень хочется в это верить. А вы знаете, мысли материализуются, поэтому давайте все в это верить. Это, может, чем-то поможет нашим дипломатам найти те слова, которые помогут остановить кровополитие и гибель украинских граждан. Ну, это страх, это боль, это ужас. Речь идет о моей родной стране, в которой я родился, в которой я живу. Здесь мои дети живут. И слышать сегодня, в 21 веке, о том, что гибнут люди во время конфликта, как бы его ни называли, АТО, агрессия, внешний конфликт, внутренний, гибнут люди, это самое главное, восклицательный знак. Спасибо. Спасибо.